сейчас я буду показывать как делать крутые красивые локоны на утяжок мои волосы имеют небольшую статику и я ее сниму солевым спреем вот таким вот форматом легко легко еще дополнительно придам цепкости несмотря на то что у кати волосы окрашенные да все равно дополнительная цепкость никогда не помешает прочесываете какие они гладенькие сразу уходит вот этот мех вот это статика волосы летающие да в принципе вам удобнее работать теперь для того чтобы создавать локоны я буду разделять волосы на ряды горизонтальными проборами выделяю 1 смотрите как правильно в принципе работать утюжком вот очень частый вопрос снизу ныряю между нагревательными пластинами размещаю прядь и проскальзываю когда я работаю с клиентами я не дохожу до конца ведь я такой где-то 10 сантиметров такой конец длины оставляю прямым почему его можно прям вот так вот пройтись потому что сейчас в моде кончики более прямые не колечко колечко красиво когда этом там свадебная прическа когда это классика а когда это такая более стильная какая-то какой-то образ стильный до вечерний вот в моем случае то тогда кончики будут и давать максимальную длину волос то есть за счет того что он не кольцом заканчивается а прямо идет длина в готовом виде будет больше и дополнительно вы увидите в результате какой красивый такой текстурный поворот и красивой линии будут у нас образовываться берите себе на заметку и пробуйте я буду разные направления давать своим локонам то в левую сторону то вправо вы увидите тоже как это красиво и гриво смотрится в готовой прическе смотрите в другую сторону поставила и слежу за направлением моего локона между нагревательными пластинами чтобы он меня не выскакивал дошла и прошлась по кончикам между прочим кончики вы можете сразу выровнять вот чтобы они такие ровненькие были а затем уже их прорабатывать в другую сторону и протягиваю чтобы волосы в утюжке размещались такой как птичкой скажем так да то есть под углом кончики вот можно еще вот смотрите такие торчащие появлю появились у нас концы дальше что я делаю три локона у меня получилось совершенно разное количество у вас может быть больше волос гуще эта зона будет больше локонов дальше я прорабатываю на солевой спрей для чего для того чтобы локоны мы и были очень чистые я наношу солевой спрей и прямо так пальцами смотрите раскрываю очень классная техника я вот ее разработала когда работала с клиентами мне это никто не рассказывал я не знаю может быть кто-то этому еще учит но вот я вам очень рекомендую смотрите как это чисто как это быстро как это классно выглядит очень живые такие красивые современные линии но обязательно после того как вы на солевой спрей вот это все раскрыли вам нужно лаком зафиксировать потому что солевой спрей но он держит слабенько дать он не как стайлинг не как лак работает и не склеивает форму то есть немножечко буквально закрепили и мы можем продолжать дальше кстати такая техника позволяет очень быстро классно себе создавать локоны вот прям так руками раскрывать как гребешком крупным пальцами смотрите выделяю следующий тонкий ряд и теперь важно не захватить те локоны которые я уже накрутила так аккуратненько я разделяю и прорабатываю лаком с двух сторон проработала отложила и вторая часть этого ряда проработала отложила смотрите ряд у меня вот этот тоненький видите ну где то есть зависимости от густоты волос он будет у вас чуть выше чуть ниже но он тонкий тут не должно быть у вас много волос прочесываем прочесываем эту сторону и накручиваем сейчас будем менять направление волос во все стороны смотрите что делает солевой спрей он сразу вычищает локоны вычищает структуру то есть если сразу на лак будут у вас волосы склеиваться у вас не будет возможности их раскрыть красиво поэтому а в принципе можно на жидкий лак сразу но это будет не так эффектно как сначала на солевой спрей такой цвет волос еще красивый видно каждую линию каждый поворот это очень легко девочки попробуйте то есть вы можете если у вас есть утюжок дом можете на утюжок нет утюжка вы можете вот так же накручивать на плойку двадцать пятого миллиметра ну или на тот диаметр который у вас есть дома трите теперь вот так гребешок руки внедряем в наш локон смотрите и наносим солевой спрей вторая осис и ну в принципе любой солевой спрей он создает на волосах состояние знаете такой сухой веточки когда высыхает и очень чисто получается очень прикольно но все же я рекомендую вам на дополнительно потом фиксировать лаком для того чтобы добиться ну большей стойкости нам же нужно не только там красиво но и чтобы стойко проработала на солевой спрей и теперь когда я хочу зафиксировать лаком я слегка буду приподнимать чтобы кончики у меня немножко объем не были зафиксированы вот в таком вот формате смотрите какие они прикольные уже такие хвостики точеные появляются очень круто современно смотрится такая вот текстура чем длиннее волосы тем больше вам понадобится время на раскладку то есть если волосы коротенькие вы раз раз так разложили их и в принципе можете не дорабатывать если будут волосы более длинные то каждый поворотик вам нужно будет еще рукой дорабатывать но и на это конечно нужно чуть больше времени ну и еще скажу что если вы спешите вот например себе делайте либо клиент спешит вы клиенту делаете вы можете выделять ряды более крупные до выше то есть можно было бы всю голову разделить на два ряда горизонтальным пробором два ряда так и накрутить она бы была ну более такая знаете текстурная накрутка но все равно было бы круто и вы бы вписались во время то есть чем больше рядов тем дольше сама работа смотрите какие классные прям вообще мне кажется что на осень сама но и такие веточки да осеннее настроение такое клево следующий ряд обратите внимание что начеса совершенно нигде нет все без начеса кстати на основе вот таких лаконков такой текстуры очень много можно делать классных причесок сегодня мы не будем потому что катенька хочет уйти с локонами но обязательно в следующих эфирах у нас кстати завтра по плану как этот хвост называется рокерский хвост на предыдущем прямом эфире был такой заказ мне прямо понравилось хвост это такой хвост стильный объемный вот с такой текстурой знаете очень стильно который смотрится я думаю лишь гутики или какие-то плотные косички мы туда внедрим и можно какие-то цепочки я не знаю рокер это кто это цепи там какие-то такие контрасты где-то гладко где-то объемно текстурно где-то начес но прям кайфа нём смотрите какие палочки классно просто и они должны высохнуть то есть сейчас они еще в состоянии таком влажном у нас с вами там и солевой спрей и лак то есть нужно время дать этим лаконкам немного подсохнуть такая прикольная ты класс продолжаем работать еще один ряд разбиваем на тонкие прядочки смотрите такие веточки да это сейчас у меня солевой спрей идет в работе продолжаю сверху я больше стараюсь очень важно когда вы работаете у лица накруткой чтобы вы оттягивали накрутку прям по направлению вперед вот смотрите видите не в бок а именно вперед вот так вот чтобы вот эта красивая линия формировалась первое продолжаем и на лицо смотрите я прям на лицо их прокручиваю проворачиваю чтобы больше как бы локонов было ей видно спереди чтобы ей прям нравилось нравилось ой прям в глаза не подсматривай не подсматривай прочищаем чтобы они были не пушистиками а такими гладенькими но и смотрите не перестарайтесь чтобы вы их не выровняли а то тоже крайность другая много можно нанести и выровнять волосы вообще да и так цвет волос заиграл красиво смотрите какая она классная вообще стильно стильно и для того чтобы клиента обрадовать знаете как я рекомендую всегда делать вот она смотрит зеркало вы вот так ей покажите эти локоны и разложите по плечам чтобы она прям увидела что их много много смотрите как круто